В эфире программа «Актуальное интервью» и я, ее ведущая, Ирина Цепетова. Сегодня мы поговорим о благоустройстве, а именно о первых результатах программы формирования комфортной городской среды. У нас в студии глава поселка Искатели Григорий Коваленко и начальник управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Елена Карельская. Григорий Борисович, Елена Михайловна, здравствуйте. А завершились работы по благоустройству, объекты сданы. Григорий Борисович, расскажите, как проходило благоустройство, все ли прошло гладко? Ну, действительно, городская среда, которая сегодня отрабатывается, это хорошая программа. Действительно, то, что государство участвует, это тоже прекрасно. Ну и субъект, это тоже понятно. И муниципалитеты. Потому что сегодня, будем говорить, что своих средств не хватает, например, и плюс, если государство заинтересовалось благоустройством, создание каких-то комфортных условий для жителей, это хорошо, как сказать, выглядит, будем так говорить. То есть сегодня обратило взгляд именно не только строительство жилья, например, но и на благоустройство, там, где мы проживаем и где проводим все свое время. Ну, согласно программе, мы должны были еще в мае месяце провести собрание, вот, что было сделано жителями, сформировать общественные комиссии, различные представители и партии, так сказать, и движений, Народного фронта, то, что у нас все это было сделано. И выбрать объекты по заявкам жителей, которые проведут собрание. Вот, где-то нам подали шесть заявок, из них мы отобрали не только дворовые и общественные территории, из них мы отработали три. Вот, это большой, большой, так сказать, проект, по монтажникам, там уходит 11 домов, по монтажникам. Вот, ну, мы как-то уже начинали там, у нас просто был проект, ну, вот, мы, как бы, постепенно идем по дворам, учитывая то, что дома не будут сноситься, наверняка, под сносы не идут. Плюс у нас есть проект, например, канализования поселка, учитываем и эти, так, специфику, что, чтобы в дальнейшем это не разрушалось. Ну, и учитываем, конечно, мнение жителей, вот, путем проведения собрания, что бы они хотели видеть. Естественно, мы предлагаем проект, чтобы на обсуждение, у нас проект в дворах просто стоит, там, в каждом дворе, там, где мы проводили благоустройство. Вот, и стоял проект даже на этих 11 домов, именно благоустройство, для обсуждения жителей. То есть они с ними года два знакомились, например, и не вызвало, так, никаких там нареканий. Вот, путем проведения собраний и потом решения общественной комиссии отобрали три объекта. Это вот на монтажников, как мы его называем, Пендагон просто, пусть это так звучит странно, но там туда входят 11 домов. Это одно подъездные дома, это когда-то строилось МОП, Ленинградская застройка, например, да. И они других коммуникаций не затронет, то есть благоустроить двор, ну, уже давно бы надо было. Что мы и сделали. Мы начинали ранее, как-то там, ограждение сделали, там, половину-два раза асфальтировали проездных путей. Ну, естественно, этот проект вошел, потому что и по сумме более подходила, так сказать, которая выделена средством. Вот, средства были выделены, так сказать, небольшие, ну, порядка 6 миллионов, включая наших, 6200. Вот, это вошло и на строителей, там, детская площадка сделали, потому что там тоже было, через собрание прошло. И общественная территория на факеле. Ну, мы, откровенно говоря, и на факеле раньше прорабатывали этот вопрос, то есть у нас все равно эта работа, как бы, планово, ну, влилась в этот план, ну, и мы продолжим, что благоустраивать. Ну, согласно срокам, мы где-то к сентябрю, как и говорили, мы выполнили эти работы. Ну, приезжали к комиссии, конечно, принимали, надзор был хороший со стороны округа. Контролировали. Контролировали усиленно. Причем контролировали не только там, что объем, там, и качество контролировали, то есть мы не были в одном, так сказать, лице, что мы вот сделали, и все. Надзор был нормальный. Ну, и плюсы, то, что я говорю, общественная комиссия. Вот. Ну, за счет экономных средств мы еще, кроме того, еще сделали мягкое покрытие, то, что не планировали, так сказать. Ну, то есть мы, как бы, деньги дважды прокрутили, будем так называть. Не дважды, экономия. Ну, экономия, ну, то есть деньги, которые, то есть мы, в принципе, все деньги, которые были, эти 6200, мы все использовали. Вот. Ну, кроме того, понятно, что городская среда, но у нас еще другие планы, потому что запросы жителей были. Мы, кроме того, еще сделали в Тиманскую площадку, сделали на Ордалино площадку, тоже и с мягким покрытием. Вот. Это тоже, ну, как-то наши, так сказать, проекты, ну, и просьбы, в первую очередь, жителей, естественно. Вот. Поэтому и планово, и непланово, то есть то, что мы планировали, мы выполняли, старались. Ну, учитывая, конечно, просьбы жителей. Я слышал, конечно, что некоторые говорят, что там не живут чиновники, не чиновники там живут. Простые люди. Простые люди, причем активные люди, которые, они сегодня продолжают приносить свои предложения об обустройстве дворов. И мы их, честно говоря, мы их принимаем, потому что надо... Ну, приоритет будет отдаваться в дальнейшем на те проекты, которые ранее были поданы, то есть благоустраивать. Вот. И согласно генплана. Ну, и учетом сносимых домов, и которые будут, капитальные дома будут стоять. Вот. Ну, на следующий год, если говорить, да, средства уже как бы больше нам доводят. То есть мы сможем больше сделать и больше проектов выполнить. Вот. Ну, если говорить о том, что сделано, то приезжала комиссия у нас, и не раз снимали съемки, так сказать, и от Единой России, там тоже у нас контроль, это же программа как бы Единой России, и она инициировала. Поэтому, как сказать, что таких нареканий, собственно, к нам и нет. Потому что все было согласно, Елена Михайловна подтвердит, да, согласно срокам, требованиям, которые требовало правительство, мы вложились просто во все сроки. И тот объем работ, который необходим, ну, и сверх того немножко, так сказать, выполнили. Мы готовы, как это, и на следующий год работать. Но вы уже формируете, да? У нас сформировано практически. Мы сейчас просто дорабатываем, учитывая заявки, плюс выделенные средства, которые, ну, планируемые. Планируемые еще. Да, планируемые. Еще не утверждены. А по территориям есть какое-то понимание? Сколько дворовых территорий? Все это есть. Вот буквально мы вчера собирались по этому вопросу, потому что надо и сметы все подбить, чтобы это соответствовало действительности. Вот. И тем заявкам, которые, как говорят, обращаются жители. Ну, и плюс, с учетом того, что план таков, как говорится, что мы даже, как бы сказать, сделали на монтажниках там большой дом. Но у нас несколько, и, как бы, ну, планы такие. Вот в каждом дворе, там у нас еще есть, там, на Губкино, мы достраивали в этом году, например, там, воркаут поставили, там, спортивную площадку сделали. Вот. И просто такое, как бы, положение, именно, чтобы в каждом дворе были и спортивные площадки, там, и детские площадки. Ну, плюс такая, так сказать, прогулочная зона. Ну, и плюс озеленение. Вот. Чтобы они, чтобы каждый двор был, ну, для людей, так сказать, ну, для отдыха, для спорта и так далее. Универсальным. Да. Вот. Потому что территория там все равно, она не маленькая, там, поселка. И каждый хочет, чтобы что-то было возле дома жителей. Вот. Поэтому мы это все, это учитываем и стараемся вот так идти последовательно, чтобы выполнять. Я знаю, что для монтажников вы хотите еще там построить вот площадку для воркаута, да, для детей постарших, для взрослых. Воркауты и спортивные, просто чтобы они там футбол, волейбол, в сторону мини-футбол там играть, ну, есть. На следующий год вы запланировали такие работы? Пока планируем. Вот. Там место оставлено, то есть оно не озеленено, просто песком там, сказать, спланировано. Вот. Под эти цели. Ну, еще надо учитывать мнение людей, например, которые сегодня у нас, он прошел через нас, там вот вешало для одежды, оно не учитывается в программах, как ни странно. Следующий год включаем. Да, это хорошо. Это такое пожелание жителей, да? Нет, так понимаете как, вот те дома, у кого там кого-то нет балкона, или что там, или там ковры выбивает, или белье вешает, ну, что ж. Это малые формы, они в советское время, они всегда присутствовали, и всегда выполнялись им. И когда мы вот убираем где-то их, жители проявляют недовольство, и причем приходят и говорят, верните, то, что было. Ну, я думаю, что с мнением жителей надо обязательно считаться и просто и выполнять. Вот. Поэтому как-то будем и продолжать, и учитывать то, что есть. И я уже здесь и говорил в предыдущем, что мы хотим все-таки вернуться к тому, что и сейчас включили дополнительные работы, Елена Михайловна в курсе, это покраска фасадов домов. Потому что сегодня выполнять благоустройство дворов, если дома, фасады выглядят удручающие, то, наверное, это не совсем правильно. Вот. Поэтому мы и настаивали, и сейчас и будем планировать там какое-то ограждение, какой-то тротуарчик, например, и покраску домов с ремонтом фасадов. Потому что у нас, как я говорил, есть именные дома. Там Ардалина, Садецка, доски мемориальные висят, а дом, извините, обшарпанный. Но это, наверное, ни в какие рамки или ворота не влазит. Вот это... Я всегда эту позицию отстаивал и продолжаю отстаивать. Вот. Потому что фасады, вот возьмите там Питер, Москва, их всегда ремонтируют, и все это входит в программу. Там говорить о том, что это должны жители, например, ну, это не обязательно. Программа есть. Вот. И внешний вид поселка там, любого поселения, он должен... То есть такой вид работы можно включить, да? Вот. Он есть. Ну, мы планируем, да. Потому что, ну, действительно, вы сами вот ездите и видите, что... Я говорю, пожалуйста, можно сайтингом обшить, ну, как можно... Это уже ремонт. Да, это уже ремонт. Это уже ремонт. Ради бога. Ну, вот покраску раз, там, пять лет, тем более, там, с ремонтом, там, покрытие. Ну, необходимо выполнять. Это просто внешний вид поселения. И когда, вы сами понимаете, дворы не дадут того... Общей картинки. Да, вида, что происходит. А когда все это... Вот в любом хозяйстве, посмотрите, у хозяина дом прекрасно покрашен, там, забор, ограждение сделано. Это красиво будет, там, в любом поселении, да. А если все это обшарпано, то это очень, так сказать, неприглядно. Поэтому надо стремиться к лучшему, я думаю, и выполнять то, что необходимо, чтобы выглядело достойно. Я вот хочу сказать, что территория на монтажников довольно-таки, мне кажется, самая такая удачная и показательная с точки зрения действительно благоустройства дворовой территории. Там есть и такая зона отдыха для людей постарше, пожилых людей, и детская площадка. Вот этот проект, который уже... Он же был, да, сделан? Формировался уже, по-моему, с 14-го года, да? Он года 3-4 назад был сделан, да. То есть... Он дорабатывался под программу, под новую? Нет, он, как сказать, под программу, поймите, о городской среде мы даже речь не вели. Просто мы брали территорию, он не один. И на монтажникове, и на губки, на эти проекты уже существовали. Просто не было средств на реализацию, так? Ну, мы частично выполняли. Вот мы... Другую на губки, на там территории, мы уже сделали без городской среды, так сказать, выполнили. А там в Аркау все это просто доделывали, так сказать. Вот. А эта территория попала как раз в это... Именно в программу. Ну, мы к этому, как получились, как бы готовы, да. Это хорошо. Вот. У нас просто есть и другие проекты, скажем, там, и набережная, и там, постройству Захребетной Куреи, то есть общественных территорий, там, и возле танка, ну, так сказать, там, парка, будем называть, Победа или как-то. А в следующем году какие общественные территории благоустроить? Мы сейчас только планируем. Потому что есть заявки там по геологу, хотят пешеходную зону сделать между домами. Там по проекту была улица, но мы сейчас, как сказать, убираем. Она там, нет необходимости. Значит, и жители просили просто там, ну, благоустроить пешеходную зону, сделать типа как на монтажниках, будем говорить, да. А зеленить, скамеечки поставить, ну, какую-то зону отдыха сделать. Это общественная территория. У меня, конечно, большое желание сделать именно вот набережную. Она сегодня актуальна не только для поселка, например, она для города актуальна. Приезжают к нам, да, и горожан. Приезжают, смотри за ледоходом и так далее. И вот, да. Тем более проект есть, он уже бородатый, так сказать. Если не секрет, сколько средств благоустроить набережную? Мы пересчитали бездороги, там, 24 миллиона где-то надо. Ну, я не говорю, что это такие большие, но просто надо участками просто начинать. Постепенно. И у меня есть такая мысль, действительно, вот начать, ну, хотя бы положить начало, чтобы потом продолжить эти работы. Потому что программа предусматривает и парковые зоны, и набережные, не только дворовые территории. Ну, а с учетом того, что дома будут сноситься, то есть мы практически, если тот год поработаем по-хорошему, то у нас дворовых территорий не останется, останется общественная территория. Это, конечно, мест где было устраивать надо много, но, тем не менее, вот с учетом именно сноса жилья, это как-то получится дворовые территории неактуально. Вот. А только удар должен быть происходить именно на общественной территории. Вот. Это должно быть, ну, актуально для всех, для всего населения. Потому что мы сегодня говорим, что где люди должны отдыхать, например, хорошо, спортивные точки, там, дворы и так далее. А вот где-то, вот есть у нас там лыжеровленная трасса, там много людей играет, гуляет, в смысле, отдыхает. Ну, есть что по-варварски себя ведут, конечно, ломают скамейки, все это, это нас не отнять, это менталитет. Вот. Также мы на факеле у нас, зона-то сделана, там надо просто асфальтировать или сделать тоже, чтобы людям, где было, так сказать, пройтись, отдохнуть. Продолжение зоны. Да, продолжение зоны, да. Я хочу отметить, немножко перебью главу муниципального образования. Вот хозяйский подход вообще к жизни, да, и то, что велась плановая работа до того, вот до этого проекта, она как раз позволила реализовать, и причем оплата прошла уже в сентябре месяце. Оплата работ выполненных и федеральные деньги у нас оплачены уже в сентябре месяце. Хочу сказать следующее, что Минстрой организовал такое мероприятие, как каталог лучших практик. Вот у нас муниципальное образование искателей вошло по северо-западу, хочу сказать, по-моему, только Сыктывкар еще есть, там присутствует в этом каталоге, а мост факельский, значит, пешеходный с площадкой, он вошел у нас в каталог лучших практик. Это свадебный мост. Да, так что, кто желает посмотреть, на сайте Минстроя каталог лучших практик, рубрика, по-моему, мостики называется. Пешеходные переходы. Пешеходные переходы. И там вот наш факельский мостик. Благодаря тому, что реализация была до того, значит, да, и никто ведь не подвигал муниципальное образование к этому. То есть это свои инициативы. То есть на благо жителей, на то, чтобы было комфортно, удобно. Вот это основная цель. Да, и еще хочу сказать, что численность населения, так как у нас 25 миллионов было с учетом федеральных денег, 26 почти, распределение шло по численности населения. В городе у нас 24 тысячи, в искателях 7. Соответственно, из 25 миллионов искатели получили 5 900 за эти деньги, плюс привлекая собственные, значит, сделали три объекта. Если бы эти объекты не было проведена подготовительная работа до того, конечно, объекты бы не получились. А так получилась и маленькая уютная зона на газовиков, значит, и детская площадка на строителей ТРИА, и двор. Двор получился многофункциональным, просторным, уютным, удобным. И главное, что там еще осталось место для того, чтобы продолжить эту работу по пожеланиям тех же граждан. Так что искательская администрация у нас просто молодцы. Ну, это просто называется, правильно так говорить, плановая работа, если так. Да, плановая работа, она никогда не пропадает. Ну, естественно, что сейчас уже тоже самая подготовительная работа проведена. То есть правила благоустройства обновлены у нас во всех четырех муниципальных образованиях, кто участвует на следующий год, правила обновлены с учетом требований Минстроя. Уискатели приняты вообще в новой редакции правила, значит, где учтены и общественные участия, и что целый блок, целый раздел выделен для информирования граждан. То есть основное направление этого приоритетного проекта у нас будет усиление информирования граждан. То есть на сегодняшний день у нас у каждого муниципального образования на официальном сайте есть рубрика «Комфортная городская среда». То же самое есть и на сайте департамента, где выкладываются все нормативные акты, которые приняты. То есть любой гражданин, заходя на сайт, может ознакомиться. И голосование там же осуществляется. То есть все объявления, все, что происходит в рамках городской среды, идет на... Размещение информации идет на сайте. Кроме того, мы сейчас тоже участвуем, мы тоже включили программу «Гражданская инициатива». Тоже будем участвовать дополнительно. Ну то, что позволит нам доделать те работы, которые мы не смогли доделать из-за отсутствия средств, например. Мы тоже подали заявку в администрацию окружную, заявка принята. И будем по той работать программе, и по другой работать. Ну и по своей обязательно тоже. В любом случае. Вот, как-то вот так. Лидия Михайловна, а привлечение средств муниципалитета – это обязательное условие, или это пожелание самого муниципалитета? Они могут вложить свои средства, могут и не вложить? Это условия наших правил, да? То есть нам федерация диктует условия софинансирования для субъекта, а мы диктуем условия уже участия муниципалитета. Нельзя без участия муниципалитета, потому что в любом случае это полномочия муниципального образования. Поэтому у нас, я считаю, что такой щадящий процент, то есть 97% субъект, 3% муниципального образования, но это минимум. Если муниципальное образование добавляет собственные средства сверх, то сумма из окружного бюджета не уменьшается. Но если муниципальное образование учло меньше, чем 3%, то тогда уже субсидия из окружного бюджета должна быть откорректирована под общую сумму, ну, под софинансирование, под 97%. А сельские муниципалитеты справятся вот с этими тремя процентами? По крайней мере сейчас согласие предварительное от них есть. То есть они точно так же, у нас муниципалитеты, Канинский и Приморско-Куйский, они также провели публичное слушание, приняли правила благоустройства, готовят общественные комиссии, готовят прием заявлений от граждан. Для них это все еще будет впервые, предстоит большая работа. Но они уже интересуются, тоже предприятия посмотрим, вот с красного глава уже звонит. Да, посмотреть. Ну и второе, мы не должны забывать о том, что граждане должны принимать участие, плюс, как говорится, и с общественными работами, и плюс вылаживать средства тоже. Про это нельзя забывать, и население к этому должно готовиться, например, да, потому что такая практика уже в городах есть, например, в Питере, тот же, например, там хотят детскую площадку, пожалуйста, покупают, муниципалитет устанавливают. Вот, потому что граждане обязаны просто в этом процессе. Тогда может лучше участвовать и беречь, посмотреть, это понятно. Отношение совершенно другое будет. Да, а так все, как говорят, возлагать на муниципалитету, там округ, например, ну это, наверное, неправильно. Общественные работы должны проводиться, и граждане обязаны просто, я считаю, участвовать в этом процессе. Потому что, так сказать, хотелок много, но все выполнить это невозможно. Чтобы потом не говорили, что мы там, там песок или что-то, например. Вот, есть такие средства, вложили, пожалуйста. Должны участвовать. А участие граждан финансовое или трудовое, это не является обязательным условием? Есть такое. Есть такое. Не является условие, но по правилам федеральным оно на выбор может быть либо финансовое, либо трудовое, а может быть и то, и то. Вот сегодня у нас программа принята, и там предоставлено, мы на рабочей группе, у нас рабочая группа существует, значит, там приняли решение, что отдаем право, то есть мы в нашей программе жестко не установили финансовое участие, отдали право муниципалитету в расчете на то, что за 2018 год будет наработана практика, будет решен вопрос, где будут аккумулироваться данные средства. То есть либо граждане уже готовое имущество будут устанавливать, допустим, на своей дворовой территории, либо это будут денежные вливания. Если денежные вливания, то на счет либо муниципалитета, либо управляющей компанией, то есть схемы нужно отрабатывать. Поэтому, чтобы к 2019 году подойти уже с полным пониманием, вот дали право муниципалитету определиться. То есть сейчас, видимо, будет принято решение, что если двор участвует, если они готовы финансово, значит, уже будут конкретно определяться. Игорь Борисович, как считаете, граждане наши готовы финансово участвовать? Ну, не все, я могу сказать, например. Но вот сегодня сказать, что трудовое участие приняли в том же дворе на монтажниках, в Пентагон, как я называю, привезли деревья, привезли комбинат, по-богу, что он нас привез, и жители посадили. Это тоже, ну, как говорят, это, наверное, они по своему разумению посадили, как они считают необходимым, например, да, то это уже хорошо. И поступают заявки тоже, люди там просят сделать ограждение, вот то есть сами готовы возле домов поставить, только предоставить, так сказать, материал. Или готовые ограждения они там устанавливают. Были заявки из других домов там на зеленое насаждение, вот, с новых домов, которые недавно заселились там по переселению. То есть есть и активные люди, например, они просто смотрят, видят, например, то есть начинается как бы заражаться этой инициативой. Есть, ну, не все, есть инертные люди, кому-то это как бы не надо. На реакцию посмотрим, мы заранее не будем говорить, потому что всякое может быть, например, хотя бы сегодня трудовое участие, хотя бы на первом этапе, и то уже, а там, наверное, уже как-то люди начнут по-другому мыслить, я думаю, что и подходить к этому вопросу. Поэтому работаем с этим, но не все так легко дается сразу. Мы же привыкли к тому больше, к тому, что вот мы заказали, нам сделают. Да, примерно, да. Вот, а поэтому и отношение такое, я говорю, что бьют, ломают, это много, это повседневно, это уже не первый бы, я же телевидение приглашал, например, там фонари бьют, все прочее, там ломают эти детские площадки, великовозрастные наши, вот, камеры везде не наставишь. Вот даже простой пример приведу. Ну, поставили мы скульптуру, там, любви и верности, там, дополнение на этом мостике, например, да, каким-то битвом лицо замазали. Ну, вот, спрашивается, и камера там стоит, и не боятся, например, да, и вот почему вот, вот, как сказать, никаких отношений к культуре нормального-то нет, получается, что надо обязательно что-то испортить, сломать. Зачем? Вы же здесь живете, это для вас сделается, это не для меня, например, и не для администрации, как считают, там, например, что вот вы возле себя сделали. Это просто сделано для населения, надо же, и ценить это, как-то понимать, и воспитывать в таком духе, я так думаю. Фонари, кстати, перестали бить на факеле? Пока перестали, вот, ну, я же тогда и сейчас говорил, там, вот, это дерево там новобрачных, оно подсвечивало, четыре фонаря, я сейчас продаю, там стекло выдерживает четыре тонны, но разбили, вот, ну, сейчас закупили, они, кстати, дорогие, 500 евро, по-моему, стоят, ну, тут я не буду, курс доллара пусть переведут, вот, ну, мы сейчас закупили, там, к Новому году будем подсвечивать. Я думаю, наверное, народ начнет понимать, что это общественное место, кстати, это не частное, а это и для них создано, поэтому надо как-то ценить, но подсветим все равно. Я думаю, что инициатива граждан, она, наверное, будет с каждым годом нарастать, да? Они будут видеть, что что-то благоустраивается в соседнем дворе, мы тоже хотим. А я вам скажу, что мне там жители сказали, что приходят, говорят, нам бы так, то есть, ну, смотрят просто, да, жители, да, то есть, ну, видимо, видите, для этого надо много сделать, например, надо огороды поубирать, которые возле домов, то есть, ну, там, это много есть, а как-то считается для людей, что это вот, это очень хорошо. Да никто не возражает после зелени, но вот то, что, как оно сделано, ограждено там и так далее, кому-то нравится, кому-то ведь не нравится. По старинке. Да, по старинке, потому что здесь такая территория, там, полдвора заняты огородом, к примеру, да, а машины там стоят непонятно, где, на детской площадке, примерно, стоят, например, там, второе, это мешает прочистить там проезды и все прочее. Вот даже дворном монтажчикам мы сейчас сделали, карманы сделали для машин, чтобы дворовые территории можно было спокойно проезды прочесть. Вот в таком плане мы это и делаем, чтобы не на тротуаре, потому что даже, когда убирают снег, и там, зачастую, там, жалобы возникают, стоят машины и брошенные, так сказать, они с номерами, все нормально, но они на них не ездят, они просто стоят посреди двора, и не почистишь, если двор. А если почистишь, заденешь машину, значит, страдает тот, кто чистил. То есть, вот надо такие вот и стоянки делать, и карманы организовать, чтобы, ну, проезды, проходы были, да, комплексно проходить, по-другому никак нельзя. Вот, тогда это будет как-то дисциплинировать, потому что даже мы берем, вот возле моего дома, стоянка большая, зеленая, ставят возле подъезда, например. Ну, я думаю, что здесь должны работать не только муниципалитет, например, ИГА и пожарники, ведь должны быть сквозные проезды, и в случае, там, условно, таких, там, ЧП, там, пожары и так далее, проезды-то должны быть освобождены, а не стоять. Это так, это я просто призываю население к тому, что надо как-то относиться к этому правильно, потому что зимой не почистим, или, там, не проехать, не пройти, называется, да, поэтому надо как-то учитывать это все. Потому что ставят таблички, что будет чиститься двор, например, машины не выбирают, естественно, потом с претензиями. Самое главное, если жители будут знать, что они услышаны, да, и знать, куда обратиться, на сайте это все есть, зная, что в администрации всегда можно прийти с предложением, а если ты хочешь благоустроить двор или предложить, любую идею принимают, понимаете, общественная комиссия рассматривает любые идеи, вот, поэтому жители должны знать, что их слышат, вот, и это должно немножко как-то изменить отношение и к жизни, и к комфорту, потому что в любом случае жители округа выезжают за пределы города, и искатели, и они видят и хорошие практики, и видят и плохие практики, есть чем сравнивать, поэтому всегда можно прийти и предложить какой-то вариант. Общественная комиссия, можно предложить свою кандидатуру в общественную комиссию, да, то есть, вот, я думаю, что это каким-то образом у нас сдвинет с мёртвой точки, потому что всё равно подвижки уже есть, а то, что если вот какие-то разговоры по поводу, как выбран двор или ещё что-то, я считаю, что общественная комиссия искателей приняла правильное решение, потому что начинать новый двор с ноля за выделенные деньги в семнадцатом году просто не получилось бы, и тот двор остался бы незаконченным, да, и новый бы просто не закончили, а так получилась цельная территория, комплексная, где жители уже могут свободно пользоваться, а следующие, следующие, кто на очереди, тоже должны будут, должны будут отработать все нюансы, чтобы потом не было, что спохватились, да, а этого не хватило, допустим. Задача ведь муниципалитета какая? Рассмотреть предложения граждан, сделать это ещё в соответствии с правилами благоустройства, то есть направлять граждан, что вот это, это и это, это должно быть обязательно, задача муниципалитета. Время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Григорий Борисович, Елена Михайловна, большое спасибо, что пришли к нам. Григорий Борисович, вам большое спасибо за такое трепетное отношение к благоустройству посёлка. Продолжайте в том же духе, на благо жителей. Спасибо. Спасибо вам большое. Это была программа. Главное, чтобы жители ценили. Это была программа, актуальное интервью. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова